Лето в южном Казахстане это отличная пора, жара, солнце. Ну как, как можно провести свой выходной в такую хорошую погоду, лежа на диване? Поэтому специально для молодежи области организовали вылазку на природу, фестиваль Тауфейс, на котором будут костры, палатки и отличный отдых на природе. Первым испытанием для ребят стали как раз палатки. Установить их неподготовленным туристам оказалось нелегко. Бывалым юным путешественникам эта задача не составила труда. Тауфест Тауфест приехало больше двухсот человек. Большинство из них – учащиеся нескольких школ области. Приехали на фестиваль также спортсмены и ребята из областной станции юных туристов. Я приехал со своей группой, полностью к гримном составу. Вкусно пообедаем, покушаем, отдохнем, с друзьями поиграем, конечно. Но для начала уборка. Перед открытием фестиваля ребята решили провести небольшой субботник. Бутылки, стекла, пластмассовые крышки – все в мусорный бак. Ребята понимают всю важность сохранения чистоты природы. Мы вышли на субботник, потому что мы ведь здесь три дня будем жить. Должно быть чисто рядом. Мусора, конечно, немало нашли. Видимо, до нас туристы не убрали за собой. Мы, когда будем уезжать, обязательно весь мусор приберем. Зачем загрязнять окружающий нас мир? И вот момент открытия. На торжественном мероприятии ребятам объяснили всю пользу отдыха на природе. Сейчас самый популярный туризм – это какой у нас туризм? Активный отдых. Это очень и очень популярный вид туризма. Хочу вам сказать спасибо! Вы молодцы! Мы к молодежи прививаем любовь к нашим туристическим объектам, чтобы они знали, что у нас есть в городе и в окрестностях города, какие места есть. Экскурсия по горам тоже будет, Саграм-Угамской национальной запрессии. Допустим, на следующий год мы тоже в другом месте будем делать. Это мы каждый год пытаемся провести в новых местах и придать статус какому-то месту, что вот это туристический объект, здесь можно отдохнуть. Надо отметить, что это очень хороший фестиваль, что хорошо, что здесь проводится. Но единственный минус – это, наверное, не в горах. То есть мы не в горах. Плюсы, наверное, это проявление любви к природе у молодой поколения. Я думаю, что максимальное количество выездов за город, тем более в летнее время, я думаю, что хорошо повлияет на здоровье детей, на познание, может быть, будут познавать, например, выезжая в горы. Переночевав в живописном месте, в палатках на свежем воздухе, позавтракав, ребята делятся своими впечатлениями от отдыха. Я в первый раз прихожу на этот Тауфест, мне все нравится. Ну, мы все вчера пришли, расположились, хорошо кормят, все нормально, нравится. Вот сейчас начнутся соревнования, будут мини-призы. Хорошее место, расположение, понравилось очень. Вчера мы приехали сюда, начали располагаться, вот палатки поставили, природа, вода рядом, очень гостеприимное мероприятие. Завтра мы вот попадем в горы, сегодня будут соревнования на ловкость, на силу. Мне нравится то, что мы сюда приехали, здесь озеро рядом, спортивная база, здесь мы отдыхаем. Я уже два года хожу, и мы каждое лето в конце июля едем в горы. Обычно в разные там, а кто же бог вы? Мне нравится отдых на природе, не знаю, даже на 100%. Второй день фестиваля ознаменовался спортивными состязаниями. Пассивный отдых не для участников Тау-феста. Перепрыгнуть через импровизированный обрыв, пройти по натянутым между деревьями веревками. Вот что интересно молодым. Показать свои альпинистские навыки решили 13 команд, по 6 человек в каждой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так как мы давно соревнуемся уже, даже по республиканским соревнованиям, для нас уже как бы сложности ничего не значат. Как бы уже привыкли. Были ошибки, конечно. Одна-две ошибки были, но это ничего не значит. Мы очень надеемся победить. В этом году организаторы решили разнообразить Тау-фест. Два дня молодежь отдыхала на берегу Бадама, а на третий день ребят ждала поездка в Сайрам-Угамский национальный парк. Экскурсия по горам стала завершением фестиваля Шумкен Тау-фест 2017. Организаторы же обдумывают предложение проводить такой фестиваль чаще.